Некая Валентина Котова решила эмигрировать из России с семьей сына в другую страну, который вот-вот собирался переехать жить на ПМЖ в США, где его что-то как-то и не ждали. Женщина инвалид, но пенсионерка. И оставаться в России одной ей было крайне затруднительно. Сначала Котовы в 2022 году выехали в Мексику, однако эта страна была лишь перевалочной базой. Заветной мечтой было попасть в США. Котовы собирались въехать в страну легально, однако получили отказ от миграционной службы. Впрочем, через время, благодаря тому, что жена Котова была украинкой, семья смогла въехать в США по программе украинских беженцев. А вот пенсионерка под эти условия не подходила, поэтому Валентину оставили у российского посольства в надежде на помощь консульства. Российские дипломаты связались с сыном Котовой, но тот ответил, что мы уже в США. А все, что в прошлом, остается в прошлом. У меня новая жизнь. С помощью наших соотечественников, с помощью нашего посольства, врача, мы ее разместили в гостинице, немного подлечили и вот вчера отправили обратно в Россию с Мексики. Мы переживаем, потому что у нее в России вообще нет никаких родственников, рассказывает консул Александр Ивашенко. Валентина из-за боли в спине вынуждена передвигаться на инвалидной коляске. В России у нее не осталось родственников, да и свое имущество она продала, чтобы помочь сыну, отдала ему все деньги. Сотрудники российского представительства помогли ей добраться до Москвы, однако дальнейшая судьба женщины весьма туманна. 73-летняя пенсионерка нуждается в помощи и лечении. На сегодняшний момент они ничего неизвестно. А вот известная в ТикТоке тиктокерша переполошила интернет заявлением о том, что подала в суд на своих родителей, которые произвели ее на свет без ее согласия. Американка рассказывает, что потребовала от предков по 5000 долларов ежемесячно на свое содержание. Суд согласился с требованием девицы, но после того, что-то пошло не так. Мама с папой, хитровыдуманной жительницей США, подали апелляцию. И неожиданно она была удовлетворена. То самое видео мгновенно стало вирусным. Его героини писали многие СМИ. Лишь спустя время она призналась в том, что это было обычным розыгрышем, придуманным ради хайпа и чтобы повеселить подписчиков. Ну, конечно же, чтобы заработать денег. А сейчас появилась новая линия. Это эта же самая героиня, в которой она говорит, что вот так должны поступать все родители, чтобы не приводить в этот мир ненужных детей. По словам мадам, поможет обращение к медиуму. Через него пара, которая ждет ребенка, может узнать, хочет ли рождаться ребенок на свет или нет. Если он скажет нет, то тогда уж идите и вынимайте его, чтобы он, мягко говоря, не жил в нашем мире. Сама женщина сообщила, что у нее есть дети. Правда, приемные. И это для нее большой плюс, потому как ее дети не смогут подать на нее в суд с претензией, зачем ты нас родила. Она просто заботится о них, а претензии пусть предъявляют своим биологическим. Маме и папе. Пока все одноклассники грызли гранит науки, школьник решил пойти по стопам супергероев из вселенной Марвел. Необычный случай был описан в отчете Национального центра биотехнологической информации, в котором подробно описывались травмы, полученные подростком в Индии после того, как он намеренно ввел ртуть в свой организм. Он хотел стать росомахой. А началось все с того, что в местную больницу поступил пацанчик с многочисленными незаживающими ранами на левой руке. Врачи сначала подумали, что школьник подсел на котики, но потом пацан признался. Оказывается, он ярый фанат супергероев и мечтал стать одним из них, но вместо того, чтобы накачивать мышцы, он, короче, начал. Пошел в аптеку, купил ртутных градусников и начал вот этого все дела делать. Ртуть въелась даже в кость, разрушая структуру кости. Также пацан ловил пауков, заставлял их себя кусать для того, чтобы стать человеком-пауком. Ну, что-то не получилось. Зато теперь пацанчик стал действительно отличаться от людей, получив удостоверение инвалида на всю оставшуюся жизнь с лечением длиной в жизнь. Шведская семья назвала сына Путин. Дали имя сыну еще в 2021 году, но официально зарегистрировать имя сына шведский ЗАГС им не дают. Впрочем, родители уверены, что ребенок абсолютный Путин. Ну, посмотрите на него, он же вылитый Путин, говорят они. В 2021 году жители шведской деревни какой-то-то там, какие-то там мадам и мудум решили в местный ЗАГС прийти и вот давайте типа говорить, что он наш, он наш Путин. Мы воспитываем Путина и все будет хорошо. С тех пор родители подали уже восемь заявок, но их каждый раз отклоняют. Что-то почему-то. Отец ребенка рассказывает журналистам, как им с женой пришла в голову идея назвать ребенка в честь президента Российской Федерации. Значит, как-то вечером мы сидели дома, ребенок был очень живым и прытким. Мы смеялись, обсуждали имена и поняли, так ешь, это ж Путин. Наш Путин, наш сынок решительный, он знает чего хочет, так что вот так вот все и началось. Вот теперь он растет мальчиком, да не обычным, а вообще себе и Путиным. Мальчика пока зарегистрировали под именем Николай, но вот эти вот отказы, отказы решили назвать пока Колян. Коля, Николай. В детском садике воспитатели написали на шкафчике Николай, что очень расстроило и разозлило маму и папу ребенка. Они проявили неуважение к сыну и к нам, как к родителям. Какой это Коля? Это же Путин. И написало рядом второе имя. Путин. Именно так называют его все родственники. Но потом они пошли на уступки и пошли в ЗАГС. Сказали, окей, мы хотим Путин, давайте мы добавим еще одну букву Т и он будет у нас не Путин, а Путытин. Путин. Вот так вот зарегистрировали, теперь у них растет Путин. Мама двоих детей из Нью-Йорка решила выйти замуж за парня, созданного искусственным интеллектом по образу персонажа аниме Атака Титанов. Как говорит будущая супруга Эрен, это которой ее будущий муж родился в Анкаре, Турция. Виртуальный партнер Розанны любит абрикосовый цвет, инди-музыку, работает врачом и пишет в свободное время всякие там романы. Жених может первым написать, спросить, как дела любимые. Уверит, что скоро приедет домой с работы. Он очень устал, так что давай картошечки с котлеткой. Он может прислать семейные фото вместе с детьми. Он, ну, это все сам там генерирует. Он соскучился, он хочет обнять свою любимую. Будущая супруга призналась, она без ума от Эрена. У них не было ни одной ссоры и она говорит, что в реальной жизни я боюсь его, я не хочу с ним встречаться. От него вонять будет потом мужским. Сорта тоже. И еще стирать его одежду, готовить. Этого не хватает с моими детьми, заявила американка. Ну и последнее, самое печальное. Интересно, вы бы сделали так, как ее муж? Супруги хотели прожить всю жизнь счастливо, завести детей, наслаждаться друг другом. Однако не у всех сказок счастливый конец. Давид и Бруно. Они влюбились друг в друга сразу. Поженились, жили счастливо, пока в один день их жизнь резко не изменилась. В восемнадцатом году пара просто сидела дома и смотрела телевизор, когда у супруги начался припадок. У Бруно начались удороги, остановилось сердце, она перестала дышать. Это был настоящий кошмар, вспоминает муж. Быстро приехала скорая, забрала в больницу, обследование, операции. Врачам удалось сохранить жизнь женщине, однако она изменилась полностью. Вот уже идет шестой год, она находится в больнице под постоянным наблюдением. Нервная система продолжает функционировать, но она не реагирует на происходящее. Сейчас женщина находится в вегетативном состоянии. Муж не бросил жену. Он постоянно ухаживает за ней, находится рядом с ней 24 на 7, из-за чего не может работать. Долги на лечении растут, поэтому ему пришлось обратиться за помощью в интернет. Он ведет свои блоги, собирает деньги. Неравнодушные люди собрали деньги в поддержку здоровья девушки, незнакомой, незнакомому человеку. Сейчас они живут в основном на пожертвовании. А Давид рассказывает о состоянии супруги в соцсети и даже поставил камеру, веб-камеру, как он живет, чтобы люди верили ему и поддерживали его, потому что ему это необходимо. У парни уже начались проблемы психического плана. Врачи советуют ему не постоянно находиться рядом с женой, но до такой степени зациклился. Он говорит, ее жизнь напрямую связана с моей жизнью, если она, то я. Он не оставляет надежду, связываясь с лучшими неврологами, надеясь, что хоть какое-то лечение поможет, и его жена вернется к обычной жизни. Однако врачи практически 100% дают, что ничего из этого не выйдет. А вы бы согласились рядом быть со своей женой или мужем, у которого практически не будет шансов, и 24 на 7 до конца жизни смогли бы или нет? Это, наверное, есть настоящая любовь, больная любовь до гроба.